Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили ревету, склоны поезды. Узов принят, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали четыре человека. В семь часов вечера авария произошла на автомобильной трассе, ведущей в промзону, рядом с гипермаркетом Феркант-Сити. Здесь столкнулись автомашины Хундай Туссон и Мазда 6. Кроссовер Хундай двигался по главной дороге со стороны улицы Сайрамской по направлению к промзоне. А легковой автомобиль выезжал со стоянки Феркант-Сити. Я ехал на небольшой скорости по главной дороге и вдруг оттуда со стоянки вылетела Мазда. Передо мной шла машина, она остановилась. А когда я проезжал, Мазда хотела повернуть налево и водитель, наверное, не видел мою машину. В результате сильного бокового удара Мазда вылетела на обочину. К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Ушибы получил водитель Мазды. Его врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас подробности аварии выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо полицейских, в последние дни на дорожно-транспортные происшествия стали чаще выезжать и спасатели оперативного отряда департамента ПЧС. Так, вечером, примерно в 6 часов, оперативников вызвали на ДТП на Тамерлановское шоссе. Здесь столкнулись сразу три грузовых автомашины. Бортовая Газель, КамАЗ и грузовой МАН. КамАЗ и МАН ехали в одном направлении, в сторону аэропорта. А Газель двигалась навстречу. Столкновение произошло в центре дороги. Газель столкнулась сначала показательно и с МАНом, а затем с КамАЗом. А потом вылетела на обочину. В результате столкновения кабина Газели оказалась смятой. Чтобы извлечь водителя и пассажира, пришлось привлекать спасателей. Обоих пострадавших врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас по факту этого ДТП ведется следствие. А поздно вечером, примерно в 11 часов, спасателей вызвали на улицу Такаева. Жители одной из пятиэтажек сообщили, что из соседней квартиры доносится неприятный запах. По словам жильцов, здесь проживал пожилой мужчина, но уже несколько дней он не появлялся на улице. Хозяин квартиры также не отвечал на телефонные звонки и стуки в дверь. В присутствии полицейских и соседней спасатели при помощи инструментов вскрыли дверь и вошли в квартиру. Мужчина лежал в центре комнаты без признаков жизни. Судя по следам разложения и запаху, его смерть наступила несколько дней назад. Полицейские Альфа-Арабийского РУВД провели осмотр тела и сейчас выясняют причины гибели хозяина квартиры. Змеи продолжают проникать в дома горожан и вскоре могут стать привычными, как домашние животные. Ежедневно спасателям приходится выезжать 3-4 раза на оплов присмыкающихся. Так, сотрудников департамента ПАЧС вызвали жителей одного из частных домов микрорайона Казгурт. Они сообщили, что в их дом заползла змея. В доме находятся дети и хозяева опасаются за их безопасность. Прибывшие спасатели в течение нескольких минут змею изловили, которая, к слову, оказалась неядовитой и вывезли ее в чистое поле. Как говорят специалисты, в основном в жилище проникают неядовитые змеи, пока ни одного визита ядовитой рептилии не зарегистрировано. В полночь во время рейда полицейские остановили автомашину Toyota Camry 5 модели. Водитель управлял автомашиной без водительского удостоверения. В ходе рейдовых мероприятий на проспекте республики мы задержали автомашину Toyota Camry 5. На требования предъявить документы на машину водитель предоставить их не смог, что послужило причиной водворения автомобиля на штрафную стоянку. Сам водитель заявил, что не видит особых причин помещать машину на штрафстоянку, так как документы все в порядке, но находятся у брата. У меня есть все. Водительские права, техпаспорт, страховка и техосмотр. Только все это осталось у моего брата в барсетке. Сейчас он их привезет и я все покажу. Впрочем, полицейские заявили, что молодой человек уже совершил достаточно правонарушений, чтобы машина оказалась на штрафстоянке. Вы не имеете права управлять автомашиной без документов. Вы знаете об этом? Сейчас мы проверим вас по компьютерной базе данных. Если у вас действительно все документы в порядке, мы отпустим вас. Автомашину поместим на стоянку. Теперь водителю Тойоты придется оплатить несколько штрафов, а также оплатить подбывание машины на штрафстоянке.